После просмотра этого видео наверняка многие мои коллеги-юристы наставят мне дизлайков, закидают тапками и тухлыми помидорами. Как вы уже поняли, тема сегодняшнего видео – как самостоятельно, без помощи юриста, не потратив на них деньги, подготовить практически любой иск, любое исковое заявление в суд. Да еще так, чтобы его еще и суд принял. Смотрите, все достаточно просто. Мир не стоит на месте, технологии развиваются, как говорится, интернет вам в помощь. Конечно, у меня есть статьи или видео на канале о том, какие образцы исковых заявлений есть на сайтах судов. Сегодня этой темы я касаться не буду. Возьмем что-нибудь немножко посложнее. Не только расторжение брака, где само исковое заявление состоит из трех абзацев и больше ничего не нужно по факту. Итак, как подготовить самостоятельный иск? Вам даже не надо обладать юридической грамотностью. Вы можете быть совершенно далеки от юриспруденции. Главное, чтобы у вас был дома хотя бы интернет. Итак, случилась какая-то ситуация и вам в отношении кого-то надо подать иск. Например, взыскать какой-нибудь ущерб. Например, от затопления квартиры. Ну, сосед сверху вас залил и все. И кранты. Что делаем? Заходим в любой поисковик. Ну, вот я, например, сейчас перед тем, как снять видео, решил проверить. Зашел в поисковик Яндекс и стал забивать. Иск затопления квартиры. Ну, каждый же может сформулировать. Не надо там умными словами все это дело думать, как это, чтобы поисковик понял. И сразу же выдается куча образцов исковых таких заявлений. Можете в конце еще написать образец. Открываем этот иск в интернете. Пишем в образец то, что в вашей ситуации произошло. Некоторые слова там могут вас смутить, напугать. Например, как цена иска. Ну, сразу скажу, что цена иска – это размер ущерба, который вы взыскиваете. То есть, чистого ущерба. Вот квартиру затопило, сделали экспертизу и там вам насчитали 5000 рублей. Вот это цена иска. А в цену иска не входят судебные издержки. Ну, так, это лирика отступления. Казалось бы, да, все так просто. Почему люди ходят к юристам, платят иногда даже очень большие деньги за подготовку таких исковых заявлений. Но я скажу так, да, иски все-таки бывают разные. Ситуации бывают разные. Бывают ситуации сложные, где, конечно, надо все грамотно прописать, грамотно составить. Бывает так, что еще и времени маловато. И поэтому надо успеть и подать в суд, и чтобы суд еще принял. И все такое. Но! Мой вот этот вот совет о том, что можно взять иск из интернета, будет работать в той ситуации, если вам позволяют сроки. Вы никуда, как говорится, не торопитесь. Никто от вас не скроется в этот момент. Ну, к примеру, да, сейчас так из головы беру. То есть у вас много времени, и вы можете позволить не идти к юристам, не платить деньги и самостоятельно подготовить такой иск. Сразу еще раз оговорюсь, что в таких исках, которые находятся в сети интернет, эти иски достаточно старые. Там бывают иногда уже ссылки на какое-то законодательство, на нормы закона, которые уже не действуют. Но это даже не важно на самом-то деле. Весь, образно говоря, лайфхак заключается в чем? Вы берете образец иска, переписываете его под себя, и подаете в суд. Да, ну, можете еще предварительно почитать, что нужно сделать, чтобы подать в суд. В интернете вся информация есть. Даже если вы что-то неправильно сделали, даже если что-то вы туда не доложили, если что-то там, ну, не дописали, что-то не указали, что произойдет дальше? Ну, первое. Суд, либо, самый такой негативный вариант, вернет вам исковое заявление обратно, с определением суда, почему оно возвращено, либо обездвижет иск. До того момента даст вам время, какое-то определенное, но обычно там 2-3 недели, дается на устранение недостатков, и вышлет в ваш адрес определение, ну, либо съездить в суд получите. В определении будет четко написано, что не хватает для того, чтобы ваш иск был принят судом к производству. Исправляете ошибки, доносите все это дело в суд, и все. И дальше пошло, как говорится, дело. Я скажу так, что может быть и с первого раза у вас не получится, и со второго раза не получится, но уж с третьего, с четвертого, с пятого, ваш иск точно примут к производству. Я сужу по одному из своих знакомых доверителей, которые с четвертой попытки у него исковое заявление приняли в суд. После этого он сказал, что нет, я лучше буду платить юристам, но мне надоело, потому что это было очень много времени потрачено. Его 4 попытки заняли почти 7 месяцев. Он потерял по времени. Поэтому я еще раз говорю, есть время, занимайтесь. Ну и также скажу, что не у всех юристов, и вообще в принципе, не всегда получается у профессионалов, у адвокатов, у юристов, зайти в суд с иском с первого раза, чтобы его приняли. Бывают разные ситуации, о которых наверняка я вот сейчас в декабре и сниму видео. Не всегда зависящее от того, насколько толковый юрист или адвокат. Нет, 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 это не так работает. Ну что ж, надеюсь, видео вам понравилось. Я так постарался немного с юмором. Коллеги юристы, не обижайтесь на это видео. Работы меньше не станет. Ну а те, кому оказалось это видео, в принципе, полезно, поставьте лайк, напишите комментарий, оставьте свой комментарий обязательно. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, там можно получить юридическую консультацию. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем до встречи. Пока.